всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьево бритьево сегодня как обещал будет бюджетное бритьево я так прикину примерно где-то рублей в 325 то мы с вами уложимся предыдущие которое было на бюджетную тему там было что-то 400 420 то четко поболее но по поводу того продолжать не продолжать на эту тему хотел бы ваши пожелания услышать если продолжить то вот эту сумму в 325 из чего она состоит станок 250 взял на блошинном рынке помазок помазок он у меня был но когда-то за него отдал 50 рублей вот уже 300 авто шейф 12 рублей чё тут еще лезвие 12 рублей вот так вот 324 рубля и набежала салфетка для бритья полотенца на халяву его любимый с кухни подрезал чё там для кухонных дел ну чистое нормально чего пойдет но все остальное мыло до мыло вообще ничего не стоит у меня любимая этим мылом руки моет поэтому чем руки лицо моет тем я и побрею если продолжать то можно еще на сотенку полторы как бы еще и уменьшить если будет интересно пишите в комментариях продолжим обязательно а пока вы едите на крупный план а я начинаю пришей в пену то все догоняйте самые простые станки которые вы можете получить свое пользование в шаговой доступности это конечно же продаются во всех павильонах которые связаны тем или иным образом с бытовой химией найдя ближайшем мини-маркете такой отдел вы сможете найти как пластиковую рапиру так и маршал рапира лорды и все и же с ними вот все что это связано по цене от 40 до 200 рублей в рапира уже была не раз на обзоре я ее показывал маршал это я приобрел только что сегодня по стоимости 145 рублей достаточно небольшая цена для этого станка как мы с вами видим бабочка если захотите он будет в ближайшем видео на обзоре рапира то да не то здесь уже пластмассовая ручка на металлическая голова по стоимости мне это обошлось 141 рубль но плюс ко всему здесь еще мои любимые лезвия которые идут в наборе так что по сути это уже тоже еще один готовый набор но в принципе его можно считать даже более выигрышным потому что здесь уже не полностью пластмасса а плюс еще металлическая голова что несомненно скажет долговечности но как я думаю но все это достаточно им хово и так знаете но на скидку потому что я еще не встречал пластиковых станков вот такого формата которые вышли бы из-за потребления ввиду того что с головой что-то случилось или он поломался как правило люди просто переходят на более дорогие модели это то что вы все можете приобрести прямо вот не далеко отходя от своего дома шаг следующий вас настолько это заинтересовало что вы решили заморочиться и подумали а где в вашей округе есть небольшие мини-рынки блошинные рынки хитрые рынки и все рынки вот с подобным названием где можно встретить дедушек бабушек и продавцов старых предметов то есть грубо говоря старьевщиков и пробежав там вы к удивлению своему можете обнаружить очень даже интересные вещи например как вот эти они уже были в одном из обзоров я уже не помню вот это тут за 400 рублей взял и какой-то из этих вот этот по моему вот этот я взял за 250 или вот это надо пересмотреть старые видео посмотреть такие вещи как вот мастер и масс быть да можете приобрести ну в данном случае это подарок друга это андрей карасек не подарил и за 1000 рублей конечно вы их не возьмете но это полторы две то есть зависимости от того на каком состоянии и где у кого вы нарветесь но в общем и целом цена где-то уже от 1000 до двух с половиной потому что ребята это наша история это конец 30-х начало сороковых годов это жилет уже закончился своей лицензией и начал производить все остальные германии и прочее прочее начали подник косить и начали производить что-то жилета подобное ни для кого не секрет что все российские станки большинстве своем это копии западных образцов в том числе и вот этот мастер и масс из бронзы латуни из чего он по моему он бронзовый помимо наших чем-то подобным страдали и братья наши чехи но часто сразу не скажу что это за станочек где-то тут было написано но и какое-то такое веселое короткое название вот чехословакии есть вот такая вот штучка у меня даже обзор на него есть но так давно он уже был что я его и название то уже не помню если погуглить можно найти до ужаса до боли напоминает тот металл из которого была сделана чашечка у моего бати когда я вот помню еще мальцом под стол бегал и сопли по карманам распихивал вот у него был набор вот из такого вот металла чашечка там блюдечко станочек какой-то и вот он там мелким помазком там что-то сбивал из хозяйственного мыла брился очень сильно похоже кстати брите довольно неплохой станок еще один станок который вы можете получить свое пользование если освоите google поиск наконец научитесь смотреть ссылки под видео и с удивлением для себя можете обнаружить что есть еще такой у нас ресурс как ганза ганза это многоцелевой форум где собираются все люди неугомонные которые что-то ищут что-то им все интересно вот короче там это мне кажется цвет нашей нации там собирается да не только наши там со всех краев со всех республик там и часы там и оружие там и ножи там и заточники там и бритвоманы в том числе как и старьевщики вот например в одной из тем ссылки тоже есть там под 87 видео вы можете найти практически вот только-только сняты с хранения станки спорт не смотрите на цифру которая будет после слова спорт там 46 10 12 14 эти цифры как я думаю они символизируют материал с которого изготовлен станок вот например вот смотрите спорт 6 до у него получается ручка металлическая нижняя плита пластмассовая верхняя плита тоже металлическая похоже на силу мин а все вместе это образует а чешуительный станок несмотря на разные материалы изготовления у них конфигурация станка в принципе то одна и та же и даже так вот если ничтоже сумяшися взять вот так вот просто и сравнить то пытливый глаз может уловить определенное сходство то есть порт этот те же самые прародители что и у многих других станков но при всем притом что-то может быть свое и несли ребята но бреет он конечно кошерно просто кошерно а стоимость да она смешная там разве по-моему от 150 до 300 рублей что-то или 400 или 500 но что-то вот такое вот совершенно не серьезно ну раз уж у нас сегодня такое профильное видео то наверно давайте возьмем какой-то один из этих но этот явно дороже это 400 рублей а у нас сегодня бюджетное бритье дарин 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 ну давайте вот этим вот и побреемся и кстати это не избавляет все вот эти станки от своей как эти если хотите скажите в комментариях под видео и все эти станки будут обзоре а сегодня пускай будет этот раз уж сегодня у нас бюджетное бритье то естественно выбрал свои любимые тарапира platinum люкс но выбрал я их не случайно ребят дело в том что стоит они совершенно смешных денег что-то там в районе от 10 до 12 рублей за пачку и большой блок вы можете взять совсем за небольшие деньги и взамен получить достаточно хорошие годные лезли не всем они заходят очень много людей которые на рапиру плюются говорят что это зло что это от лукавого что они нифига не бреют ну кто говорит что нифига не бреют я считаю что это не очень умные люди потому что им своя корона застиг глаза и они вот когда говорят что они не бреют они забывают что кроме их любимых в мире бритья есть еще другие и те другие которые они очень даже может быть могут не похоже быть на тебя любимого который кричит что они не бреют тем людям они очень даже может быть и будут брить один из этих которым может быть очень даже я являюсь то есть вот для меня это великолепные отличные лезвия и они прекрасно справляются своей обязанностью на станках от средней агрессивности до великой то есть я могу это поставить на 89 и в прогрессе лонге начиная там от третьей позиции и в тот же самый сланд джерман сланд но он для них у я другие лезвия приподнял припас и тоже 41 голова основная же причина это их дешевизна 12 рублей вторичная причина что они очень даже годно бреют но ребята не берите только их возьмите все те лезвия которые у вас есть свободном доступе если уж вы начинаете бриться наберите столько разных сколько вы сможете это вам даст возможность на том станке который вы выберете неважно какой или вы купили за 150 за 140 рублей или у старевщика за 200 рублей купили чем больше в вашем распоряжении на начало вашего бритья будет лезвий тем быстрее вы к тому станку который вы выбрали подберете ту пару на которой вам будет комфортно не обязательно это будет рапира возможно вполне вероятно что это может быть другое лезвие потому что у вас такая кожа такая щетина и чем больше вы возьмете тем быстрее вы найдете свою любимую связку сегодня же будет вот вот эта красота по мазке сегодня будем бриться вот этим красавцем я уже не помню как он у меня появился вполне вероятно что когда-то свое время я отдал за него 50 рублей в таком же магазине где вот вы можете вполне себе найти вот такие станки но сейчас в подобных магазинах где вы найдете эти станки по мазке которые также будут вам предложены начинаются уже где-то от 70 от 80 рублей основная масса в том павильоне где я брал было 130 140 поэтому это скорее всего тот же самый помазок просто уже спустя время чуть-чуть подорожал это кабанчик вот сегодня мы и не побреемся для начала вполне себе то есть чтобы он попробовать берите вот этого помазка будет более чем достаточно это потом бы уже маленечко так начнете оглядываться узнаете про фирму в покор узнаете про много других фирм которые вы точно также можете купить в подобных же магазинах да они везде там продаются лишь когда вы совсем обнаглеете начнете гуглить начинаете начнете заглядываться по зарубежным магазинам и вы тогда просто не сможете не увидеть вот такой замечательный синтетический помазок и по своим соотношением цена-качество до его до сих пор еще никто не переплюнул и даже яки потому что его стоимость 6 евро при этой стомали стоимости синтетика просто великолепно да она сделана несколько свойственной для омеги стиле то есть не такой узел как у яков он другой но тем не менее соотношение цена-качество да и свойства этого помазка более чем великолепно конечно же он сегодня не будет участвовать потому что 6 евро это не наш бюджет наш бюджет это 300 рублей а в этот бюджет вписывается именно вот эта красота кстати спокер тоже бы сюда не вписался все крема флорена восток лидер и прочие вот их сил дофига вы придя в магазин можете спокойно найти крема там за 30 40 50 60 70 рублей мыло не найдете а кремов то навало их вполне себе но это тоже сегодня наш случай хоть кремчик какой-нибудь за 40 рублей то можно было бы прикупить но тем не менее мы будем бриться сегодня тем чем мы моем руки не каждый из нас моется руки детским мылом но мне повезло у меня жена вот на раковине в ванной комнате признает только мыло дав их по случайному совершенно стечению обстоятельств это именно отдав крем чем многие парни бреются впрочем как и детским мылом от этот кто его тут крошка малышка крошка крошка картошка кто это да блин фиг его знает ребята вот сейчас все вспомнил большой глаз помог какая крошка картошка ушастый нянь очень много берут детское мыло ушастого няня по крайней мере уже трех человек встречал им бреются но не нашел я ушастого няня зато вот детской фабрики детское мыло в окей продавалась я его взял но бриться то будем конечно сегодня да он потому что веру потом любимой отдам и она будет им продолжать мыть руки по сути обыкновенная мыло стоимость небольшая не маленькая ну для общих мы вот такого такого формата конечно же стоимость запредельно здесь чтоб порядка 75 рублей я не советовал бы брать именно это мыло только для того чтобы бриться потому что за эти деньги вы можете взять ни одно наименование кремов но если вдруг вашем доме точно так же как и у нас вы это мыло используете для мытья рук для лица ну то есть для ежедневных туалетных процедур то вполне себе можете с него и начать разобрались и с мылом авто шриф ну завтра шри вы даже в я вам говорить не буду вы все уже в курсе что я лицо заинтересованы там люди даже спрашивают вадим это ж твой продукт а вот ты как ты авто шрифы разные берешь чем ты будешь пользоваться на это я отвечу в вопросах а сегодня у нас именно бюджетная а эта красота в бюджет конечно же не входит то что при стоимость 800 рублей в два с половиной раза превосходит наш бюджет или сколько там в пять раз убираем сегодня парни у нас самый что ни на есть бюджетный вариант каждый из нас может спокойно пойти в аптеку спокойно купить всю эту красоту в районе где-то 12 14 рублей это хлоргексидин порой часто у нас дома сшивается наряду с перекисью водорода ввиду того что это я обеззараживающие дезинфицирующие и бла 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 естественно мы мало кто его использует вместо автошейва но она же сегодня бюджетное бритье поэтому именно он сегодня у нас будет место автошейва но его способностях скажем так автошейва я ни капли не сомневаюсь потому что он хотя бы обеззаразит по идее теоретически можно сюда эфирных масел накапать и прочего прочего но это уже не по бюджету не по карману потому что пизерек одного такого масла стоит космолет это как все сегодняшнее наше бритье если разве что у вас дома уже есть эфирное масло ну накапайте если хотите я же капать ничего не буду а вот квасовый камень то да тот оставляет вопросы совсем недавно прозвучал вопроса брутального тарантула брутал тарантуру ну помимо самого бюджетного бритья он также спрашивает вадим а если нет квасов то что же не делать как нет дальше жить то отвечаю самый простой и самый элементарный выход который в принципе может быть это не заморачиваться идти в подобные магазины где вот это вот всякая хрень продается на ревне с литуалем наравне со всеми остальными вот этими магазинами которые вот косметикой торгуют и для мужиков и для женщин и там найти дезодорант я такой уже притаскивал я такой же показывал в одном из видео он есть на тот момент они стоили где-то в районе 140 170 рублей стоимость сейчас я не подскажу но не думаю что она уж сильно изменилась это тоже квасы но они переплавлены искусственно очищены оттуда вот с их точки зрения кто это делал вытрясли все лишнее добавили то что они хотели и получился твердый дезодорант с определенным ароматом найти такой камешек без аромата трудно но можно чаще всего он будет с ароматом ну такие уж откровенно ядреные можно и пренебречь а такие нейтральные запахи да и взять и пожалуйста вот тебе будет квасец на постоянку ну а потом уже когда заморочишься когда уже заматереешь и захочешь идти дальше то это али и бэй и прочие с ними но когда ты уже вообще уже практически миллионером стал заработал уже все деньги мира и тебе даже шевелиться не хочется а хочется дорого и красиво ну тогда тогда вот миле пожалуйста в опасной бритве рф вся эта красота полу 1700 рублей так что вот все варианты возможны тебе добычи хвостов всего пожалуй что пошли уже бриться наносим пришейф и прям мылом возюкать не буду просто так вот его отдыхнул и пену оставлю на лице вот так хорошо теперь помазок у нас уже заквашен я прям не представляю а если какой-то смыв сейчас вот это вот пока пришейф работает ковыряться здесь потому что при таких размерах помазка я его загружу там махом и по идее можно будет сразу на лицо идти поэтому давайте наверно сейчас компрессик то устроим а после компресса уже вот этим вот всем и займемся но так логично будет хоть пришейф и не успел поработать но все-таки умудрился хотя бы 30 секунд вам зубы позаговаривал и он то хоть что-то да поел так что давайте наверно так и поступим минуты на фирменном полотенце от шеф-повара достаточно кстати она валенчика маленькая чуть-чуть на эти так что-то как-то не это не хватило но тем не менее нормально покрыло это к тому что для бритья салфетку дома найти до элемента специальные покупать ну когда будет хорошее настроение захотите себе подарок сделать на день рождения тогда можно подумать об этом а так дома вы этого добрище найдете от салфетки до полотенца всего дофига мыло поехали так чуть-чуть нагнул чтобы вода все сошла ну все помазок загрузили с руки нанесу сюда же ну несмотря на то что помазок не молод в принципе справляется я его как-то таком знаете в настроении даже определил пыль в компьютере стряхать но потом не вовремя передумал из уважения что он в принципе то поначалу в лихую годину мне хорошо так помогал но нельзя не пена у нас готова из крутого мыла крем дав это мыло моя любимая любит за то что она не сушит кожу вот именно поэтому она его берет как-то больше им доверяет а так то я не знаю я думаю таких мы можно много найти по поводу станка не совсем уверен что именно этот я за 250 рублей взял но по крайней мере он из той же самой категории то есть это старенький станочек если вдруг что напутал то и те которые там есть тоже можно прогнать тоже с недорогими лезвиями но сейчас по факту у нас здесь рпл вот с ней начнем я По тому, как играет Лиза, я могу себе отметку поставить, что станок средней агрессивности. Здесь РПЛ полностью справляется со своей работой. Ощущения какие-то игрушечности, как будто мне обещали взрослые, отдали детский станок погонять. Вот сейчас напрямую, меня вообще тяжело идет, аж прям врубается, приходится с разных сторон так окучивать, туда-сюда, туда-сюда. Это больше к новичкам, а не к старожилам. Новички, если у вас получается такая ситуация, что пум, своткнул станок, не тяните дурнины. Попробуйте с разных сторон так накосывать, а потом уже что осталось, уже пройти как обычно. Ну, вот сейчас по тем ощущениям, что есть, конечно же, да, можно бриться. Конечно же, лично для меня это лучше, чем пена из баллона. Ну, и однозначно нет, не переплевывает артизанов. Нет, конечно. Это все-таки разные ребята. Мыло хорошее. Да, его можно для бритья. Но сравнивать с артизанами это кощунство. АПЛОДИСМЕНТЫ Три-к greatly ехали. Этого chutима. И peer-тосомол соidan- . Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну пока нормально, что будет дальше посмотрим. ДimaTorzok Ну и третий проход, заключительный. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, вот было бы хорошо ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другая бы была Ну, как бы там ни было Автошейф Ну, по большому счету Ну, есть, конечно, отличия Но не такие уж кардинальные Знаете, чтобы так вот, знаете, вот если на принцип идти То Мохнатушка Из разряда С кухни Все-таки Мохнатушка Ну, в смысле, какой она бахровая или махровая Какое она вот, что впитывает влагу Да, она не такая толстая, как специальная Да, она не такая могучая Там можно бум в себя вот так Но все-таки она хоть что-то делает Ну, маленько схитрил Там было два варианта Было вот махровая и вафельная Там что-то в клеточку, что ли Ну, вафельная Так что-то фи-фи-фи Проигнорил Взял вот это Но, тем не менее Если я тот человек Который Загорелся перейти на влажное бритьё С кассет И никогда раньше вот такими вещами Не пользовался И Для того, чтобы это сделать как-то по началу В первый раз А что нет-то? Вполне себе Вполне себе Ну, и гвоздь сезона Конечно же Автошейф Хлоргексидин Исполняется Впервые Барабанная дробь И все такое Но Рано я им обеззараживал Что-то там еще Обеззараживал У нас эта штука стоит на полке На ровне с этим Перекисью водорода То есть Лично я Вот не химик И к лекарствам Я вот так Это у меня Иванова там главное Я их различаю так Хлоргексидин Это что-то антисептик А перекись водорода Это то От чего кровь шипит И если чего Я сразу за перекись хватаю Вполне вероятно Что и перекись Может служить Как в роли автошейфа Но что-то я решил Хлоргексидин начать Если вы считаете Что перекись На эту роль тоже сойдет Ну как бы Напишите в комментариях А я Я думаю Что я не умру от этого И в принципе Вот почитав на этикетке Что там есть Я думаю Все должно быть нормально Почему я вообще За него взялся-то Но я же знаю Что у меня жена Обеззараживает что-то Вот и решил Этим обеззаразить Но с другой стороны Чего 14 рублей Ну велика утрата Так что Сейчас и попробуем Оооо Дозатор Нормальный Можно как и чуть-чуть Так и Кучу налить А еще они с острыми Носиками бывают То есть Вообще Ничего Совершенно А поорать Где Блин Ребята Алкоголь на нуль Вообще Ну что простой водой Умылся Что этой Ну а перьяки Если бы хочется щипало бы Что Ну в смысле зашипело А тут что-то как-то это Ну скажу вам так Если вы прям мнительный такой И захотите что-то там После бритья То Вот это я стал бы Последнюю очередь использовать Потому что как минимум Какие-то авто шейвы есть Пускай там за 100 За 200 За 300 За 400 За 500 За 800 рублей Ну а это то с какой целью Это только так Чтобы знаете Бюджетное бритье снять Ну и все И все И все И все Ну короче ребят Может эта штука и работает Но кайфа она не вставляет Вообще никакого Совершенно Что водой Что еще чем-то Что вообще не было ничего Пленка Нет никакой пленки Сыровато чуть-чуть Да я думаю сейчас это все Быстро высохнет И закончится А почему Если взять и подвести черту А ну за автоши Спрашивали там Ой за этот За квасец Ну это я уже ответил на крупном плане Бюджетное бритье Да оно возможно Это видео создавалось Не специально для того Чтобы выпендриться Там вот там бюджетное бритье Ну а все слетайте С просмотра Нет Это еще раз подчеркнуть И еще раз сказать Ребята Много дорогих вещей Очень много Самый дорогой станок Который я вам показывал Это 250 баксов Сколько получается Рекс там Ну прилично получается Самый дорогой помазок Который я вам показывал Это благодаря Александру Царство ему небесное Там что-то 550-600 евро Было по-моему Это Плиса Синтетика Ну а Про такие-то вещи Тоже надо говорить То есть самый дорогой Самый недорогой И люди Которые только Приходят в бритье Навряд ли им в голову Придет чудесная мысль Великолепная Найти самое дорогое Взять его И начать учиться Бриться Нет Они наверняка будут смотреть Что-то доступное А все доступное Которое в радиусе Насло Но как правило недорогое Так вот об этом Это видео Что всеми теми Доступными вещами Которые в нашем радиусе Могут обнаружиться Вполне себе Годно Отлично Не хуже Ой пленки уже нет нифига И весь такой какой-то Знаете Как будто Матовый что-то Не пойми какой-то Как У меня такой кожи не было Никогда Такое ощущение Такое ощущение Что она не белый Налет мела Ну понятно что этого нет Но вот по ощущениям По пальпации Вот так именно Ну ладно Вот об этом видео Что всеми доступными Можно спокойно Побриться Точно так же Как вот и Маршал 145 рублей Рапира Платинум Люкс 141 рубль Это все то Чем можно бриться Для этого не обязательно Самое дорогое Вот это тоже рабочее Сам для себя Вот с высоты того Пути который я прошел Могу сказать Что беря вот эти Все недорогие вещи Да конечно же Вы побреетесь Да они дают Отличное бритье Особенно если Вы успеете поиграться То есть допустим Вы взяли недорогой станок И взяли там 5-7-10 лезвий Чтобы подобрать ту пару Которая вам подойдет Но как долго вы будете На этом наборе сидеть Чисто теоретически Гипотетически Первое С чего вы бы спрыгнули Это конечно же Автошейф Подобный этому За себя могу сказать Я бы подорвался И пошел бы Что-нибудь купил Подороже Но хоть с запахом Потому что здесь Запаха вообще нет Совсем Ноль Чисто гипотетически Следующее С чего вы сорвались Ну это конечно Помазок красавчик Я бы начал искать Вокруг Где есть Что недорогое Доступное И более менее Так приемлемое По цене То есть Помазок бы у меня Второй Пошел бы на изменения Мыло Не знаю Я бы посмотрел Как оно бреет Но если нормально Заходит А что менять Что и так работает А потом Когда уже Вот с этими двумя вещами Что-то бы уже выяснил Возможно Поменял бы и мыло Но с другой стороны Чего менять Если оно мне всегда Под рукой И платить Ничего не надо То есть мыло На последнюю очередь Откладываю Ну вот Такое получилось Бюджетное бритье Сегодня Если захотите Увидеть и этих Орлов в работе Дайте знать Сделаем Не вопрос Ну а в следующем бритье В следующем бритье Я хочу анонсировать Мыло Непростого человека Он заморочился Он потратил И не месяц И не два И не полгода И не год На то Чтобы сделать Свою продукцию Разыскал там Тьму тьмущую Всяких рецептов Тьму тьмущую Всего Поперепробовал Часть всего этого Даже на бритву 11 К Сергею попало Ну и вот Совсем недавно Пришла посылка мне И в следующем обзоре Я вам Могу Смогу показать Мыло Сваренное По каким-то там Старинным рецептам Дарам-дарам Короче там Ребята Бомба шо будет Но это я так думаю Как будет на самом деле Конечно же Вы узнаем в следующем видео Но По тем письмам Которые я получал Я заинтригован Заинтригован И Ну так знаете Сильно себя не накручивая Бывает вот так вот Себя накрутишь А действительность Ну не дотягивает До твоих мечт Так что лучше Авансов не давать Просто откроем Побреемся Ну а там уже по факту Будем оценивать Шо это таки Ну вот и все Добра Счастья Радости Берегите себя Берегите своих близких Дай вам Бог здоровья Пускай у вас всегда Всегда все будет хорошо Берегите своих родных Близких Это самое ценное Что у нас есть В этом мире Ну все До новых встреч Подписывайтесь на канал Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok